Жителям средней полосы России и северных регионов несказанно повезло в том, что здесь нет ни огромных опасных пауков, ни самых ядовитых змей. Те рептилии, что водятся в славянских и европейских странах, редко становятся причиной смерти, они довольно малы, не агрессивны и обладают небольшим количеством яда. Но на нашей большой планете есть места, где укус змей может принести погибель любому живому существу, начиная от маленькой мышки и заканчивая слоном. Тигровая змея, на текис скутатус. Австралийцам не позавидуешь самая ядовитая змея в мире, обитает на их континенте, а также в Тасмании и Новой Гвинеи. Как вы можете догадаться, свое название тигровая змея получила, благодаря характерному черно-желтому полосатому окрасу. Тигровая змея обладает крайне токсичным ядом всего одним укусом, она могла бы лишить жизни 400 человек. Но она довольно миролюбива и всегда старается избежать атаки кусает, только если человек пытается схватить ее или нечаянно наступит. А такие инциденты периодически случаются, особенно если путник по неопытности перепутает ее с палкой. Как ни парадоксально это звучит, люди часто хватают мирно отдыхающую тигровую змею, чтобы отогнать другую змею или паука. Тайпан Аксиуронос скутелатус. Эта ядовитая змея обитает в Австралии и Новой Гвинеи. Она считается синонимом самой смерти и это неспроста. Укус тайпана может убить даже лошадь. Яд, который это вестница гибели, впрыскивает в свою жертву за раз, мог бы стать причиной смерти сразу сотни человек. Неудивительно, что об этой змее долгое время ничего не было известно все, кто встречался с ней лично, погибали. Морская змея Дюбуа и Писурус дубойсии. Все морские змеи очень ядовиты, но самая ядовитая среди них морская змея Дюбуа. Она обитает в морях Индонезии и Малайзии, а также у побережья Австралии, бедные австралийцы. Токсичность ее яда так высока из-за рациона. В отличие от сухопутных змей, морские питаются в основной рыбой, а холоднокровные животные обладают большей сопротивляемостью по отношению к ядам. Мулга, Сюдечис астралис. И снова Австралия. Мулга, или как ее еще называют, коричневый король, обладает меньшей токсичностью яда, чем например тайпан, но выделяет большое его количество. Из-за этого она занимает почетное третье место, по опасности в мире, не путайте с третьим местом по токсичности яда. Замечено, что агрессивность этих змей связана с регионом их обитания чем севернее, тем злее. Но даже при этом Мулга предпочитает не кусать, а прогнать противника, которого не собирается есть. Большинство пострадавших людей, и это можно отнести ко многим видам змей, сознательно провоцировали Мулгу, дразнили, били палкой, пытались поймать из любопытства или приручить. Песчаная эфа, Эческаринотус, эфа небольшая змейка ростом меньше метра. Она настолько же красива, насколько благозвучно ее имя, золотистая лента с белыми пятнами, благодаря которым юркую змейку легко заметить. Живет она в пустынных местностях Африки и Южной Азии. Но не стоит обманываться ее красотой, каждый пятый укушенный эфой человек погибает. В Африке на ее долю приходится больше смертей, чем на олю всех африканских змей вместе взятых. Малайский крайт Бангарус кандидус. Эта змея, как можно догадаться из названия, живет на островах Малайского архипелага, а также в южной части Азии и Австралии. Это яркая и красивая змея, окрашенная черными, белыми или желтыми полосками. Она очень ядовита от укусов погибает каждый второй, даже несмотря на оказание медицинской помощи и введение сыворотки. От одного укуса могли бы умереть 10 человек сразу. Египетская кобра, или Гая, Наджа Хейдж, это одна из самых ядовитых змей семейства, а спидовых, кстати, двоюродная сестра тайпанов, которые также принадлежат к этому семейству. Ей уже многие века поклоняются в Египте, называя змеей Клеопатры согласно легенде, именно ядом египетской кобры была отравлена легендарная владычица. Эта крупная змея достигает полутора метров в длину и умеет плеваться ядом. Укушенный человек может погибнуть уже через 15 минут, если змея попадет в вену или лицо. Существует противоядие, но его далеко не всегда успевают ввести, на эту процедуру у пострадавшего есть всего пару минут. Кобра существо упрямое. Если уж ее разозлили, то она обязательно укусит, как бы ее не пытались отогнать и отвлечь. Королевская кобра – афиофагус хена. Кобры – одни из самых известных видов змей, запоминающиеся манерой предупреждать о недружелюбных намерениях. Перед тем, как напасть, они становятся в стойку, раскрывают кожаный капюшон и шипят, покачиваясь из стороны в сторону. Королевская кобра – самая крупная из ядовитых змей нашей планеты. Они могут вырастать длиной свыше 5 метров, трехметровая кобра – вполне нормальное явление. Но при этом ее клыки намного меньше, чем у других сородичей. Дело в том, что у большинства змеи ядовитые клыки могут складываться, у кобры же они закреплены стационарно. Из-за этого они довольно маленькие, всего полсантиметра длиной, иначе змея бы просто не смогла закрыть пасть. Черная мамба – дендроуспис полилопис. Эта крупная змея из рода мамб может достигать 3 метров и водится на африканском континенте. Напав на жертву, она не ограничивается одним укусом, старается впрыснуть яд несколько раз подряд, чтобы уж наверняка. Человек или животное погибает сразу, если яд попадет в вену или артерию. Каждый год в Африке от укуса черной мамбы умирает около 20 тысяч человек. Гремучие змеи – кроталус, это целый род змей, которые обитают в Азии и на американских континентах. Самый большой вид – это ромбический гремучник – кроталус аквилус, длина которого может достигать 2,5 метров. Обитает он в Северной Америке. Гремучие змеи известны своими погремушками на кончике хвоста. Несмотря на распространенное мнение, что с их помощью гремучники предупреждают противника об атаке, все обстоит с точностью да наоборот.